Вот несмотря на 10 декабря сегодня, погода плюсовая, где-то 5-6 градусов. И вот вы видите вдали виноградники, покрыты белой пленкой, да? Издали можно подумать, что это снег выпал как-то так локально. Нет, нет, это накрыто все пленкой два года назад. По-моему, это было именно на вот этих передних двух квадратах. Такое все затянутое. И вот рядышком этот квадрат, я сейчас по центру. Что это такое? Это называется специальное производство вина. Называется это вино, когда оно уже готовое, айсвайн. Можете посмотреть описание, есть в Википедии. Там будет сказано, что как его делают. Для того, чтобы определенные сорта довести до айсвайна, нужно, чтобы виноград созрел и остался висеть. Понятно, он может гнить, понятно, могут поклевать птицы и что-то с ним произойти болезни, потому что все это таки обрабатывается периодически. Они ездят на таких маленьких тракторочках тут, думаю, что он перевернется. Открытый виноград остается висеть, его закрывают от птиц, от всяких разных грызунов, которых здесь хватает и ждут минусовой температуры. Она должна быть желательно, чтобы минус 7, минус 8, то есть если минус 8 бахнуло ночью, все, в эту же ночь они идут, набирают батраков. Кстати, на вот этих горах их лазит великое множество, назовем это, вернее, рабочих, но скорее всего, что это какие-то как бы сезонные, да, ребята. Ну и можно догадаться, из каких стран. Вот и доблестно в течение нескольких часов собирается виноград и потом из него выдавливается то, что можно выдавить. Это не является соком, это такая клейкая жидкость, но она очень сладкая. Кстати, первое изобретение, по-моему, даже в Википедии написано, было изобретено здесь, недалеко от Бингена, есть маленький пригород. Бинген сам по себе маленький, а пригород там вообще никакой. И вот люди заметили, что когда они оставили виноград в зиму, его невозможно было убрать, была дикая холодина, и решили не оставить, что он для скотины, то потом какое было удивление, что они его, попробовав, ощутили, что он очень-очень сладкий и ароматный. Естественно, кому-то в голову взбрело, они уже делали вино, и из этой жижи замесить. И что бы вы думали, это вино является самым дорогим, самым вкусным, самым ароматным, но его нельзя пить литрами, оно типа ликера, но поверьте, ликер не идет ни в какое сравнение с айсвайном. Я как-то был лет 15 назад угощен у нее еще со времен дедушек и прадедушек свое предприятие, частное производство, ну, веноделы. И она мне принесла две маленькие бутылочки, оно продается в маленьких бутылочках, там 0,2, можно быть такие тоненькие, высокенькие, акиратненькие. Ну, от него просто нельзя оторваться, ни от того, что какой-то алкоголь, какой-то там по шарам стучит, абсолютно нет. Оно просто неимоверно ароматное, и оно просто бьет в нашу систему, которая говорит, давай, 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 не заканчивай. Вот это, что ты сейчас лакаешь, вернее, цедишь его лакать нельзя. Вот это самое-самое лучшее, что я когда-то пробовал в жизни. Вот такое складывается впечатление по вкусу. У меня так сложилось, и судя по другим мнениям тех же немцев, да, это так и есть. То есть, если вы хотите кого-то удивить, кому-то что-то презентануть такое интересное, да, людям все-таки, кто уже попал в зависимость от этого, наверное, не стоит, потому что срыв можно организовать. А так, вообще, это очень удивительная штука. Очень рекомендую, как презентик, но должно быть оно настоящим айс, вайном, не сделанным искусственным. Потому что человек, это что хитрозадое создание. Оно, естественно, берет виноград, намораживает и делает эту продукцию. Нет, это уже будет не то. Вот именно в классическом варианте этот напиток очень удивительный. Так что рекомендую не спиваться, а именно как-то для пробы. Где-то как-то, или кто-то будет в этих краях. Здесь это действительно у каждого винцера практически есть. Да, это айсвайн дороже, чем обычное вино, потому что его производство стоит не только денег, это происходит нервов, это происходит от зависимости природы. Потому что сколько раз было зима здесь не дала достаточный минус. И все, сняли пленку, заняло оно все. Никому это не принесло никакой пользы, никакой выгоды. И что интересно еще, что вроде бы как здесь воровать не любят, да? Есть мнение такое. Ну, такая небольшая контра из жизни. Когда наступает это время, вот, допустим, у виноградаря там завтра обещают минус 8, и он знает, что шарахнет мороз. Он, конечно, напряжен, он зовет людей, он ждет. Но было такое, что чуть-чуть зазевался, приходит, а уже винограда нет. И это порядка 20 тысяч евро. Кто-то рассказывал, накрылись, потому что было украдено все дело. Прям, как говорится, на корню, прям на лозе. Так что бывает и такое здесь. И не редко. Так что, смотрите, история его тоже вот интересная. В деталях можете посмотреть в Википедии. Но штука очень вкусная. И если это настоящий айсвайн, то очень рекомендую попробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!